Одной из наиболее частых причин, приводящих к авариям на дорогах, является невнимательность водителя. Среди многочисленных факторов, отвлекающих внимание от дороги, первое место занимает мобильный телефон. Административная ответственность за разговоры за рулем появилась в 2007 году. На выявление подобных нарушений был направлен рейд сотрудников ГИБДД. Для тех нарушителей, кого в этот день остановили полицейские, минутный разговор оказался очень дорогим. Каждый из тех, кого остановили сотрудники ГИБДД, уверяли, разговаривать по телефону за рулем не в их правилах и данный случай исключения. Олег Владимирович, нарушение восстановили. Пользовались во время движения. Телефоном, да? Правильно. Да с работы позвонили, хотел ответить. Я же вижу, что я не враг себе. Отвечая на звонки во время движения, каждый, конечно же, осознает всю меру ответственности, которую придется нести в случае остановки сотрудникам госавтоинспекции. И все же у каждого есть своя уважительная причина. Есть такие случаи, когда нужно срочно ответить, поэтому у всех такое бывает. Но использование телефона за рулем, по исследованиям экспертов, повышает риск ДТП в 4 раза, а отправка СМС в 6 раз. Поэтому полицейские регулярно проводят подобные рейды, которые призваны в первую очередь предотвратить аварийные ситуации. Инспектор ГИБДД Сергей Филиппов считает, что штраф в полторы тысячи рублей дисциплинирует многих водителей. Меньше, конечно, стало водителей, которые нарушают правила дорожного движения в области использования как мобильных телефонов при движении, без специальной гарнитуры, которые позволяют вести переговоры без использования рук. Всем, кого остановили сотрудники ГИБДД в этот день, были вручены памятки, хотя оформление штрафа уже должно послужить каждому урокам. Здесь же раздавали светоотражающие элементы юным пешеходам. Повод самый важный. Начался новый учебный год. Продолжение следует...